Субтитры создавал DimaTorzok Массовая вырубка деревьев идет в 6-м микрорайоне. Законно ли это и что хотят построить на этом месте, расскажу я, Олег Великий. В Уральске заканчивают строительство девятиэтажки, которая построена по методу государственного частного партнерства для людей, живущих в аварийных зданиях. В текущем году по данной программе было снесено два дома. Это у нас по улице Гагарина 1 и Курмангазы 198. Сегодня в городском Акимате обсудили реализацию проекта «Устойчивые города для низкоуглеродного развития», который направлен на сокращение выбросов парниковых газов в секторе городского хозяйства. Подробности смотрите далее в выпуске. В Уральске готовят к сдаче в эксплуатацию первый дом, построенный по методу государственно-частного партнерства для людей, проживающих в аварийных зданиях. Девятиэтажка на улице Доповской уже на 90% готова. В новое здание должны въехать 16 семей, проживающих сейчас во временных квартирах. Реализация проекта по сносу ветхого жилья в рамках государственно-частного партнерства в Уральске началась в 2015 году. ТО «Балашак-Т» планировала сдать дом в эксплуатацию еще в конце 2016 года, но сроки затянулись в связи с задержкой выделения средств из бюджета на подведение инфраструктуры, газа, света и воды. В городском отделе ЖКХ и жилищные инспекции заявили, что в Уральске 41 дом официально признан аварийным. В новом здании на 90 квартир 16 займут люди, которые жили в аварийных домах. В текущем году по данной программе было снесено два дома. Это у нас по улице Гагарина 1 и Курмангазы 198. На месте этих же домов планируется построить 9-этажные дома, подрядный организм, который является «Караванный путь» и «Казхолл». В этих же домах, как предыдущих, жильцам, в этих же домах поддадут новые квартиры. Часть квартир застройщик будет реализовать по коммерческой цене. В зависимости от этажности – от 110 до 140 тысяч тенге за один квадратный метр. В доме однокомнатной квартиры насчитывают 40 квадратных метров, двухкомнатные – 60 и 83 квадрата – трёхкомнатные. Мы планируем сдать дом в конце августа. Инженерные сети все подведены. Сейчас идёт отделка квартир и подготовка документов. Если раньше люди проживали на 25 квадратных метрах в аварийном доме, то сейчас они получат как минимум однокомнатные квартиры площадью в 40 квадратных метров. В течение ближайших нескольких лет метод ГЧП поможет навсегда закрыть вопрос с аварийным жильём. Роман Копняев, Монорбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. В шестом микрорайоне города Уральск идёт беспощадная вырубка деревьев. Жители близлежащих домов уже не знают, куда им обратиться, чтобы остановить всё это. Много лет назад люди сами для себя высаживали деревья. А теперь в небольшой лесополосе, где они привыкли гулять вечерами, должен появиться ресторан. Возмущённых жильцов выслушали наши корреспонденты. Вырубка совсем молодых деревьев ведётся прямо на глазах у жителей вот этих многоэтажек. Раньше люди вечерами могли выйти, прогуляться по этому лесу, подышать свежим воздухом. А теперь кроме спиленных стволов деревьев здесь смотреть больше не на что. Покой этих людей был нарушен неделю назад. На это место приехали люди с пилами и топорами и начали беспощадно вырубать деревья. Остановить этот беспредел, говорят люди, самостоятельно они не могут. Власти их не слышат. Бились во все инстанции, кругом бились и никакого сдвига. Выкапывали с лесопосадки эти молодняки, сажали во дворы. Они с большим трудом принимаются, потому что люди просят, но ухаживать не хотят за деревьями абсолютно. Поэтому я говорю, хоть какой-то у нас здесь был зелёный, можно сказать, зелёный городок маленький. Когда жители узнали, что на этом месте в скором времени должен появиться то ли ресторан, то ли кафе, их возмущению не было предела. О спокойных и тихих ночах можно забыть. Зачем нам ресторан-кафе? У нас хватает этих ресторанов. Как начнут ночью пускать салюты, и покоя нет. Мы, конечно, не хотим, чтобы здесь ресторан был. Построили бы здесь вот аллею для людей, чтобы гуляли. Здесь такая красивая лесополоса или спортплощадка для детей. Что-нибудь сделали бы. Инспекторы в отделе благоустройства сообщили, что территория эта была выкуплена в 2012 году. Всё это время она была не тронута. Но теперь владелец решил построить здесь увеселительное заведение, на что имеет полное право. В этом случае это обеспечение условий для размещения объектов строительства, удержанной и согласованной градостроительной документацией. Но все согласования даются при условии компенсационного восстановления путём посадки и выращивания саженцев хвойных пород в отношении 1 к 3. За одно дерево они должны посадить по договору 3 дерева. Жильцы не намерены просто так сдаваться. И свой лес они будут отвоёвывать до конца. Они уже написали заявление в прокуратуру и ждут ответа. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В 21 веке, как в Средневековье, именно так отзываются жители села Дустык Зелёновского района о состоянии своего населённого пункта. А беспокойные жители обратились к нам в редакцию с множеством проблем. Жители отмечают, что основная проблема – это состояние дорог, отсутствие освещения и детского сада. Мы отправились в село и сами увидели всё своими глазами. Жители села Дустык Зелёновского района рассказывают, что они устали от постоянных нескончаемых проблем в их селе. Пальцев двух рук не хватит, чтобы пересчитать все жалобы местных жителей. Основная проблема – это состояние дорог, которые не ремонтировали с момента строительства. По пути в населённый пункт, не доезжая села, мы сразу же столкнулись с первой проблемой – это состояние дорог. Мы можем видеть, что глубина некоторых выбоин достигает около 30 сантиметров. Что можете сказать о состоянии этой дороги? Это кошмар уже. Вот сколько мне лет, столько я за рулём уже, 15 лет. И такая дорога она есть. – Вообще не ремонтируется? – Не, ни разу. Тут трассу делают центральную всегда, сколько помню. – А эту ни разу, да? – На машину сильная нагрузки? – Конечно. Таксисты здесь вообще машину убивают постоянно. Как не спросишь у меня, друзья таксисты, они постоянно ремонтируют машину. В самом селе, как отмечают жители, проблем также предостаточно. Кроме дорог, тут отсутствуют освещение, улицы и детский сад. Соседнее село – это единственный выход устроить ребёнка в дошкольные учреждения. Состояние местной школы также оставляет желать лучшего. Своё недовольство жители села Достык выражают в адрес местного Акима. – Первая причина – у нас здесь дороги очень плохие. Вторая причина – опять же, таки школы. Она у нас без ремонта. В этом году вроде бы закрывали крышу, но внутри она очень ужасная. Аким свою работу не делает. Аким мы ходим со своими проблемами, но он ничего не решает. Ничего. Мы ему и на казахском говорим, и на русском говорим. Но у него вообще никаких ответов нет на это. Стимус и всё. Но он не делает ничего. Он даже иногда и не слушает тебя. Никогда не было освещения. Я сама в школе 45 лет поработала. Всегда переживала за детей. Ночью идём во вторую смену. А свет нет. Многие дома живут там, дети живут. Сама водила. Мы решили получить ответы на все интересующие местных жителей вопрос у Акима сельского округа. Но нам это не удалось. Аким отказался комментировать жалобы местных жителей. Кроме этого, местные жители рассказывают, что у них имеется проблема с мусорными контейнерами, которые попросту отсутствуют на многих улицах. Сергей Уланов, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. 6 тысяч гектаров пастбищ сгорело в Атараусской области с 28 по 30 июля. Степной пожар бушевал на территории 3,5 тысяч гектаров в Козелкогинском районе области. 2,5 тысяч гектаров пастбищных угодий было охвачено в Индерском районе. В ликвидации возгорания в Индерском районе были задействованы подразделения ДЧС. Добровольные пожарные формирования всего 45 человек и 13 единиц техники. В Козелкогинском районе огонь тушили 15 человек с помощью 4 единиц техники, сообщили в пресс-службе областного ДЧС. Полностью справиться с пожарами удалось лишь к вечеру воскресенья. Однако опасность возникновения новых очагов сохраняется. Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, о том, что Абку Еренбек задержали в Китае. МИД Казахстана проверяет информацию о задержании студентки из Казахстана. Могу официально прокомментировать, что никто из родственников, близких, знакомых, указанных в ряде публикаций, не обращался в Министерство иностранных дел. Если такое обращение поступит, то мы будем проводить более детальную проверку и запрашивать соответствующую информацию, сказал Ануар Жайнаков. Напомним, что в ряде СМИ появилась информация о том, что 28 июня 19-летнюю студентку из Казахстана задержали на границе с Китаем из-за того, что в мобильном телефоне выпускницы Восточно-Казахстанского государственного университета имени Сарсена Аманжолова сотрудники органов безопасности нашли тексты, которые сочли экстремистскими. Кроме текстов Хурана, девушка также читала роман «Преступление». Автором романа является Хажигумар Шабданулэ, который просидел 40 лет в китайской тюрьме. Его обвиняли в организации восстания национальных меньшинств и шпионаже. Еще одна скульптура на корню появится в Уральске. Мастер по дереву несколько лет назад уже дарил одну деревянную композицию городу. Она расположена во дворе жилых домов в районе остановки Юбилейная. Теперь он решил выстругать композицию «Девушка с цветами» прямо в центре города на остановке Типография. Превращать старое дерево в произведение искусства Балатбек Баймагамбетов начал четыре дня назад. И примерно через 10-15 дней скульптура будет готова, говорит мастер. «Эскиз нарисовал, придумал и заходил к нам к нашему областному акиману, к нашему Багдату Розалдеичу принимал человека. И я им предложил свою идею. И они меня поддержали и сказали, отличная идея. У нас как бы старый город, поэтому много таких старых деревьев, чем спиливать, например, выкорчевывать их, делать такие скульптуры. Теперь, ну, все согласовали. Еще, наверное, пару скульптур, еще, наверное, до зимы, может, еще пару, чтобы я сделаю скульптуру, если не успею, да». Уважаемые телезрители, на этом первая часть вечернего выпуска новостей завершена. Я с вами прощаюсь, а далее продолжит моя коллега Аиш Киреева. Аиш, тебе слово. Спасибо, Сергей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. А мы продолжаем наш выпуск. Городские власти проверили, как владельцы бизнес-объектов благоустраивают свои территории. Как известно, участок в радиусе 5 метров должен быть ухожен. Ни в коем случае не должно быть мусора. И, конечно, сам внешний вид магазина, аптеки или салона красоты должен быть в надлежащем виде. О результатах проверки смотрите прямо сейчас. Разъяснительные работы с предпринимателями городские власти ведут на постоянной основе. На этот раз контролирующие органы решили повторно осмотреть участок по проспекту Абалхайрхана. В одном из жилых домов первый этаж полностью выведен из жилого фонда. Здесь располагаются магазины, салоны красоты, ломбард и другие бизнес-объекты. Несколько дней назад власти уже здесь были, и нарушений выявили немало. Везде разбросанный мусор, а прилегающие территории заросли травой. Инспекторы выписали предпринимателям уведомления. Кто-то сразу же на них отреагировал и начал приводить территорию в порядок, а кто-то его проигнорировал, и теперь придется заплатить немаленький штраф. Есть такие объекты, которые до сих пор не работают, порядка нет, трава заросшая, живая изгородь не подстрижена, нет мусорных фурн и много лишних объектов, которые портят облик города. Соответственно, будет составлен административный протокол, который составляет 30 месяцев расчетных показателей. Мы требуем от всех предпринимателей, обращаясь ко всем предпринимателям города Уральска, чтобы каждый объект был оснащен, как я уже ранее говорил, в урнами, и порядок там должен соблюдаться. Облик Уральска также портят старые здания, которые относятся к памятникам архитектуры. В основном они не пустуют, в них располагаются бизнес-объекты и живут люди. Власти также им разъясняют, что владельцы и арендаторы должны сами поддерживать внешний вид зданий. В противном случае контролирующие органы могут оштрафовать. Каждый свою частную собственность, естественно, содержит в надлежащем, как я уже говорил ранее, состоянии, и поэтому они должны его приводить из собственных средств в нормальный вид. А если не приводят в нормальный вид, тогда что? Если не приводят в нормальный вид, то в ином случае мы будем, естественно, с ними судиться. Есть у нас соответствующие статьи, опять-таки, из этого, как говорится, закона. Согласно статье, если я не ошибаюсь, 14-й, изъятие бесхозяйственно содержащихся памятников, в соответствии с которым, естественно, мы будем привлекать их к ответственности. Такие проверки власти будут проводить регулярно, поэтому предпринимателям лучше не надеяться на русский авось, а как можно быстрее привести свою территорию в порядок. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Айбла Джигапар, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Западно-Казахстанской области депозиты физических лиц увеличились на 25% по сравнению с прошлым годом и составили 195 миллиардов тенге. Об этом сообщили в филиале Национального банка Республики Казахстан. Причем доля вкладов в национальной валюте составляет 57%, иностранной – 42%. Это значит, что население все больше доверяет тенге. Банкиры сообщили, что в этом году филиалами банка второго уровня выдано 97 миллиардов тенге кредитов. По сравнению с прошлым годом рост составил 67%. Между тем выросла и задолженность по кредитам. На данный момент она составляет 202 миллиарда тенге. Банкиры сообщили о мерах по защите прав потребителей финансовых услуг. За полгода в западно-казахстанский филиал Национального банка поступило 113 обращений. По 55 из них проведены проверки. У нас где-то 90% всех обращений идет от физических лиц, и где-то чуть больше 200% идет обращение от юридических лиц. На сегодняшний день получается, что юридические лица имеют свой штат, и они более финансово грамотные, чем рядовые обыватели, физические лица. В Национальном банке отметили, что объем средств, поступивших на счета клиентов банков, составил почти 1,3 триллиона тенге. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Инфляция за год находится на уровне чуть больше 6%. В рамках общественного приема консультация оказывается бесплатна вообще. И все желающие физические лица могут обратиться к нам. Бывают моменты, когда физические лица потребителей финансовых услуг обращаются к различным юридическим компаниям, которые оказывают консультацию на платной основе, но при этом запрос делают к нам. Вот этот момент мы тоже объясняем и в рамках разъяснений тоже говорим, чтобы в рамках, когда обращаются в общественные приемы, то есть совершенно бесплатно могут получить по различным вопросам финансовых услуг. Роман Копняев, Монарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. В рамках реализации проекта «Про-НГЭФ» и правительства Республики Казахстан устойчивые города для низкоуглеродного развития. Сегодня в городском Акимате прошло совещание под председательством Акиму города Мурата Мукаева. Конечная цель проекта заключается в сокращении эмиссии парниковых газов в секторе городского хозяйства Казахстана. Подробности далее. Проект «Устойчивые города для низкоуглеродного развития» окажется действием в идентификации, разработке и реализации различных мер низкоуглеродных проектов в городской инфраструктуре, жилищно-коммунальном хозяйстве, включая теплоснабжение и снабжение горячей водой, энергетики, транспорте, городским отходом с целью достижения добровольно принятых целей по снижению выбросов парниковых газов. Проект инициирует в Казахстане реализацию комплексного подхода к сокращению выбросов парниковых газов в больших и малых городах. Особенностью данного проекта, который мы ведем, это проект по устойчивым городам для низкоуглеродного развития, является то, что мы намерены идентифицировать необходимые проекты с точки зрения сокращения влияния на глобальный климат, улучшения качества жилищно-коммунальных услуг и не просто их определить, а помочь вам найти инвестиции. Айгуль Сагадибековна уже сказала, что благодаря проектам мы разрабатываем модели привлечения инвестиций и финансирования такого рода проектов. И самая главная изюминка проекта, чтобы привлечь сюда частные инвестиции. Проект состоит из пяти компонентов, реализация которых позволит создать потенциал для комплексного регионального планирования, разработки и реализации низкоуглеродных городских проектов, включая привлечение инвестиций. Проект осуществляется совместно с Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Которая работает также с проектом «Стандарты, сертификации, маркировка электрических бытовых приборов». По энергозабжению повышения энергоэффективности основным показателем является показатель энергоемкости ВВП национальной экономики, который является основным критерием оценки международного авторитета страны. Поэтому главой государства перед нами была поставлена задача по снижению данного показателя на 25% в 2020 году и в два раза к 2050 году, что выразилось в стратегии «Казахстан-2030» и в концепции по вхождению нашей страны в трясадку самых конкурентоспособных стран. В рамках проекта «Устойчивые города для низкоуглеродного развития» оказывается техническая и методологическая поддержка 15-ти городским ахиматам в идентификации соответствующих городских проектов и поиске инвестиционного финансирования. «Я думаю, что мы своевременно собрались именно по вопросам энергоэффективности, потому что на сегодня действительно основным приоритетом для нашего города является привлечение инвестиций. Инвестиции во все сферы нашей жизнедеятельности. Ну, особое место играет, естественно, привлечение инвестиций в сфере энергоэффективности в целом. И в этом отношении сейчас определенная работа проводится городом». Также Мурат Мукаев отметил, что в рамках ГЧП на стадии переговоров проект по замене электрических ламп на светодиодные. Сергей Уланов, Айбуладжи Гупар, Александр Грабарев, ТДК-42. В детской многопрофильной больнице для детей модельное агентство «Жолдос Продакшн» при поддержке Совета деловых женщин Западно-Казахстанской области при Палате предпринимателей Атамикен устроило настоящий веселый праздник с конкурсами, песнями, танцами и, конечно же, подарками. Таким образом, организаторы решили поднять настроение детям для скорейшего выздоровления. Не так давно в Уральске прошел конкурс «Красоты и таланта принца и принцессы Уральска», организованный при поддержке Совета деловых женщин Западно-Казахстанской области при Палате предпринимателей, модельным агентством «Жолдос Продакшн», официальным организатором регионального конкурса «Красоты Мисс Уральск». Каждый знает, что психоэмоционально детей состояние очень сильно сказывается на самом процессе восстановления. Нам хотелось бы, чтобы у этих детишек было побольше позитивных моментов. Кто-то лежит здесь по несколько месяцев. В данный момент нами приобретены игровые модули, которые будут стоять здесь в одном из отделений этой больницы. По итогам детского конкурса и благотворительного гала-концерта детских творческих коллективов были собраны денежные средства, на которые были приобретены игровые модули в социальном предприятии «Шанрак». Я бы хотел поблагодарить от имени наших детишек маленьких, которые здесь находятся, госпожу Волкову и ее компаньонов, которые сегодня здесь находятся, которые устроили нам прекрасный праздник. Радость детям на протяжении всего мероприятия дарили участницы конкурса «Мисс Уральск-2017». Кроме этого, каждый ребенок был отмечен призами и подарками. Акжаик бесславно завершил второй круг чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Последнее место в таблице и возможный вылет в Первую лигу – это самый на сегодняшний день подходящий возможный результат сезона 2017 года. Подопечные главного тренера Вахида Масудова не выигрывали со 2 мая. И как это сделать, пока не ясно. Павлодарский Иртыш – один из самых неудобных соперников для уральского клуба. Хорошо сбалансированная команда в последнее время очень успешно играет с уральцами. По ходу матча преимуществом владели гости. Но гол был забит в результате ошибки игроков обороны хозяев. Один точный удар молдавани на Игоря Бугаева решил исход поединка. К тому же полузащитник Акжаика Фредди Коронель не смог реализовать пенальти. И это уже второй похожий случай за последнее время. Главный тренер Павлодарцев после матча был не совсем довольный игрой своих подопечных. Конечно, ребята вкладывались, бились. Но в были моменты, почти два или три раза Бугаев был выход один против один вратарь, не успел. Но все-таки у нас как характер, конечно, у меня есть претензии вкладывались. Но по качеству игры, по контролю мяча у меня есть претензии к нашей команде. По словам главного тренера уральца Вахида Масудова, его команде откровенно не везет. Хотя такая ситуация повторяется по ходу всего сезона. Акжаик покинул ряд ведущих футболистов. И состав клуба выглядит слабее своих основных конкурентов по чемпионату. Получили гол, полезли отыгрываться. Вроде бы и моменты создавали, и все. Не знаю, как будто что-то не так идет, как будто кто-то сгладил, что ли. Не пойму ничего. Уже и пенальти забить не можем. Те люди, которые там тащили вроде бы на себе в этом году. Честно говоря, смотрю на Фредди, и не могу объяснить, почему он так выглядит. Может, из-за того, что семьи нет, там, это, что-то, не знаю. Может быть, этот перерыв пойдет сейчас на пользу. Третий решающий круг чемпионата Казахстана по футболу стартует 12 августа. Акжаику придется на выезде сыграть с Таразом. Роман Копняев, Монорбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Более подробную информацию вы можете узнать на электронном сайте www.tdk42.kz. С вами была Аиша Киреева. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok КОИЛ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА